Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня Греша. Нас попросили озвучить, чтобы можно было смотреть и слушать, считает люди мало, толкование на книге Нового Завета. Мы уже прошли Матфея и Откровение, и сейчас мы принялись за деяния, начало с нуля. Проходим мы по этому изданию, вот издание Нового Завета, трехтонник показываю. Вот виды. Это наше издание. Три тома по 752 страницы. В этих гриках мы раскрасили Гюставо Доре, 230 его репродетик, гравюр, 230. Это очень много, притом в полный лист специально. Ну тут понятно, что вот показать. Видите, в полный лист, чтобы как можно больше картинку делать. Надпись, из какого места писания относятся, раскрашено вот это, это наша работа. Я в интернете поискал раскрашенного, нигде нет, так что у нас можно брать на нашем сайте. Пользоваться им свободно. Гюставо Доре раскрасили. Нужно сказать профессионально, по программе. Когда я поставил эту задачу, чтобы раскрасить, то что только не делал. Выставка, художник обходил, договаривался. Думал, что нужно эти вот контур фигуры сначала закрасить белым, а потом уже все остальное. Ну тогда все эти вот черточки исчезли бы. Ну сделал Господь так, помог. И десять здесь из классики. Итого двести сорок иллюстраций. Показывают, как эта книга выглядит. Это Господь дал так. Эти книги видели, ну они у патриарха подарены, священника, где-то шестьсот экземпляров только подарили, а всего-то ничего. И видели в библиотеке президента Путина. В библиотеку его показывали, наши книги стоят. Этого стоит. По блаженному фифилакту толкования и двести семьдесят комментариев с закладками. Первый, второй, третий том российского флага. Белый, значит, синий и красный. Вот она, третий будет. Но так как не хватало, тут кое-где уже изменили. Итак, мы ведем второй урок. Начиная с днеяний. Первая глава, девятый, десятый стих. Володя считает, Пащенко, а я показываю. В борде вытащили, чтобы реком можно было следить. И тут же 297 моих комментариев, усиливающих места толкования блаженного фифилакта, где он говорит о необходимости изучения Слова Божия и проповеди всех, чтобы все проповедовали. Вот это я делаю тут отдельно, очерки с двумя черточками в книге, другим шрифтом и показано ИЛ. Это Игнатий Латкин. Ничего я там не добавляю, такого, чтобы противоречил наоборот даже. Потому что Библия есть, спрашиваешь, есть. Считаешь, да нет, я пробовал, ничего не понимаю. Я говорю, на оттолкование тебе. Наконец-то купили Лопухина. Лопухина там вообще не проберешься. Когда, где, раскопали, по какому языку. Есть такие люди, там несколько слов знают, и вот уже этим кищатся, прям кищатся. А вот я там нашел в переводе, там-то. Нам нужно знать то, как Господь сказал. Лучшего перевода, чем синодальный 1876 года, не найти. Нету. Это лучше, может быть, во всей мировой практике переводов. И на это надо держаться. Они, по каким-то словам, я с этим не согласен, с этим. Блаженов Пифилак, но так и столковал. Это взято. Но я говорю, имеешь это? Да, имею, а не считаешь? Да я еще считать буду. Это когда-то было. И тогда я поставил задачу оживить это на сегодняшний день. Называется экстраполяция событий во временной форме перенести к сегодняшним дням. И плюс к тебе лично. Вот таких у меня здесь 297 комментариев. Все, пошли. Деяние первого голова с 9 по 10 стих. Сказав сие, он поднялся в глазах их. И облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде. Толкование Блаженного Пифилакта. Воскрес так, что они не видели. Вознесение же его видели. Так как и видение на этот раз не все разрешало. Видели конец воскресения, но не видели его начало. Видели начало вознесения, но не видели его конца. Почему? Потому что там видеть начало было излишне. Так как сам воскресший был перед ними и говорил об этом. И так как сам и гроб показывал, что его в нем нет. Здесь же потребно было знать и конец. Так как глазам недоступна вся высота. И зрение не могло решить, на небо ли он вознесся, или поднявшись до некоторой высоты остановился. Поэтому ангелы, представь перед ними, открывают им то, чего под средством зрения они понять не могли. А облако подняло его, потому что оно и символ Господней и Божественной силы. Так как в облаке нельзя видеть символа никакой иной силы. Поэтому и Давид говорит об отце. Псалом 103, 3 стих. Устреляешь над водами горные чертоги твои, делаешь облака твои колесницей, шествуешь на крыльях ветра. Исайя 19, глава 1 стих. Вот, Господь воссидит на облаке легком. И множество других мест говорит о том же. Впрочем, Господь и это сделал непросто и не без цели. Ибо зная, что если Он вознесется, невидимо для них, как и сошел, и тем более, как не зашел, то и при явлении Духа они не поверят, что это тот самый Дух, которого за несколько, перед семь дней Он обещал послать. Зная, что в таком случае Он подготовит в них подозрение, что и Сам Он пришел не с небес. Зная, наконец, что в таком случае, если бы, вознесшись невидимо, Он и возвал потом с неба Павла, если бы и послал оттуда Петру нерукотворенную плащаницу. Деяние 10, глава 11 стих. То они не поверили бы, что творит это Он после своего удаления от них плотью. Зная все это, Он вошел зрящим им. Выражение, где был, понимание смысле места, и не в том смысле, что Он сложил с себя плоть, и что воплотившееся Божество его стало, как прежде, бесплотным. Нет. Выражение, где был, в нем ли мне, указывает на высоту бестелесности в телесности, на величие бесплотности в плотяности, на самосущую ценность его добровольного смирения при воплощении его неизменяемости, на то, что, видимо, образом Он уже не обращается и не обитает среди людей. Я даже тут вот показал, что Он обещал послать, Он. Вот католики говорят исхождение Духа Святого и от Сына. Вот, пожалуйста, и толкование Он говорит об этом. Деяние 1 глава 11-12 стих. И сказали, мужи галилейские, что вы смотрите, что вы стоите и смотрите на небо, сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его, восходящим на небо. Толкование. Если Он прежде Креста, облеченный еще поверженным страданию и тяжелым телом, ходил по водам, то никто не должен сомневаться, что Он после того, как принял тело нетленное, рассекал воздух. Придет, говорится, а не послан будет. Мужами же называют ангелов, показывая события в том виде, в каком оно представляло зрение, так как ангелы и на самом деле приняли на себя образ мужей, чтобы не устрашить. Два же мужа предстали потому, что Матфея 18 глава 16 стих. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Побуждали их возвратиться, наконец, в Иерусалим, на дело проповеди. Ангелы везде служат Ему, как Господу, и при рождении, и при воскресении, и при вознесении, и прежде этого предъявлением Его в мире плотью. Но ангелы являлись так, что люди могли их видеть, зная, что явятся люди с поврежденным умом, которые будут говорить, что Он не с неба, или пришел не с неба и не вознесся на небо, но перемещен в какое-нибудь место за пределы земли. К числу каковых относятся и последователи секты Виталия. Зная это, Господь вознесся пред глазами апостолов, когда они присленно смотрели на небо. Комментарии Игнатия Лапкина. Так как вся история человеческого существования в том и заключается, чтобы вернуть падшего Адама в его исходное райское состояние, то все, что будет далее происходить с человеком, Бог направляет к этой цели. Он непрерывно напоминает человеку, кем он был и кем стал. И эта разница в положении уничтожается Богом. Очень часто Бог бьет человека, посылая к нему вестников напомнить о небесной родине. Главная задача дьявола состоит в том, чтобы не допустить исполнения этого божественного замысла. Бог напоминает человеку о себе, о своей любви, что он ждет блудного Адама. Бог посылает к нему пророков, апостолов и ангелов. Дьявол принимает личину на себя всех этих вестников, предстает в виде ангела, посылает лжепророков и лжиапостолов, дабы увести человека в обратном направлении. Дьявол оборстил человека через слух, вызвал доверие к себе. 2 Коринфянам 11 глава 14 стих. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. Создатель посылает во все концы вселенной своих свидетелей на дело проповеди. Это то дело, на которое посылает Дух Святой с первого дня образования Церкви. В самом начале пути, когда ученики еще с трудом понимали миссию Христа, едва могли шире взглянуть на смысл прихода Спасителя на землю. Божьи вестники с неба напоминают апостолам, что нужно идти, а не сидеть. И идти не на прежние дела, а на дело проповеди. В исполнении этого замысла Божия по спасению человека Бог объединяет усилия ангелов и людей. И так остается до ныне. Если сегодня священнослужители не идут на дело проповеди, не слышат прямого повеления Божия нести Евангелие миру, то одним этим отказом они идут и против Бога, которому молятся, и против ангелов, которым молятся, и против апостолов, которым молятся. труд Духа Святого главным образом выражается в том, что Он посылает на дело проповеди всех верующих во Христа. Видите как, я вот вам сказал на дело проповеди, а я его теперь повторяю, повторяю несколько раз, и теперь, когда начинают читать, я даже священникам покажу, да у меня, говорит, нету толкования есть, а такого посылал, есть, а как же я не видел? Вот я теперь делаю курсивом, жирный это местописание, а это не местописание, это только жирным, да еще сейчас выделяю, смотрю, да как же так я не видел? Фактически я увидел теперь, что вот это наше увеличение, как бы, того, что было сказано, заставляет тогда по-новому взглянуть и на Библию, и на толкование. Господь положил на сердце, это Божье дело. Некоторые говорят, я читаю, это у вас листаю, я только ищу комментарии ваши, а другой, говорит, я где какие-то комментарии ваши вижу, епископ, я сразу перелистываю, чтобы не считать. Придет время, по одной строчке будете искать, я им говорю, тут моего ничего нету, но дело проповеди. Деяние первого глава 12 стих. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемый Илеон, который находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути. Толкование. Когда услышали сказанное ангелами, потому что они никак не оторвались бы от места, если бы ангелы не сообщили им о втором пришествии. И мне кажется, что это случилось в субботу, потому что Лука не указал бы так на расстояние от горы, называемой Илеон. Длина пути, которая дозволялась евдеям проходить в день субботы, была определена. Иосиф в своей двадцатой книге древности повествует, что гора Илеон отстояла от Иерусалима на восемь стадий. Иориген в пятой книге говорит, путь субботы составляет три локтя, да и святая скиния с кивотом на такое расстояние предшествовала в стану и на таком расстоянии помещалась от него. Какое дозволено было поклонникам приходить в субботу? Проходить. А, проходить в субботу. Это расстояние одна миля. Одна миля. Тише. Поясняет локти и наконец мили все непонятно. Какая миля? Миля-то не одна. Есть морская 1862 там метра. И миля земная где. Вот еще что. Сколько надо знать, чтобы понять уже готовое. А что такое Дидрахма? А что такое Талант? А что такое там статир? Считаем меры. Это надо знать. Вот у меня в книгах это все отображено. Я много копался в других местах. Эрика Ньюстрима словарь, Никифора Архимандрита. Пошли дальше. 13-14 стих. И придя, взошли в горницу, где и пребывали Петр и Яков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев, И Симон Зелот, И Иуда, брат Якова. Все не единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией, Матерью Иисуса и с братьями его. Толкование. Благоразумно перечисляют учеников, так как один из них предал, другой отрекся, третий не поверил. то показывает, что кроме предателя все были налицо. Но как говорит с Матерью Иисусовой Иван Глятиана 19 глава 27 стих. Но это нисколько не противоречит предыдущему. Потому что если сам ученик этот был тут, то ничто не препятствовал соприсутствовать и ей. Как не упоминает здесь об Иосифе, как не упоминает здесь об Иосифе, не упоминает потому, что Иосиф уже умер. Потому что если уверовали и соприсутствовали братья, которые прежде часто выражали недоверие, то гораздо более оказался бы верным и не захотел бы удалиться от лика апостолов, если бы был еще жив Иосиф, который никогда не выразил никакого сомнения. И муж Марии, который считался ее хранитель, Деяние 1 глава с 15 по 17 стих. В те дни Петр, став посреди учеников, сказал, было же собрание человек около 120. Мужи, братья, надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святой устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса. Он был сопричислен к нам и получил жребий в служении всего толкования. Петр делает все с общего соизволения и ничего самовольно и самовластно. Ну смотри, обычно стих и толкование намного больше всегда, а здесь наоборот. Стих и толковать тут нечего, были с ним вместе. И толкование две строчки. Но это подметил с общего изволения. Деяние первого глава с 18 по 19 стих. Но приобрел землю неправильную мзною, и когда не зринулся, растелось чрево его, и выпали все внутренности его, и это сделалось известно всем жителям Иерусалима. Так что земля-то на отечественном их наречии названа Алкалдама, то есть земля крови. Толкование говорит о наказании, какое понес Иуда в настоящей жизни, а не о будущем наказании, потому что души людей немощных не так обращают внимание на будущее, как на настоящее. Наблюдай распространился не о пригвешении, а о наказании за онное, потому что Иуда не умер в петле, но жил еще и потом, так как был захвачен прежде, чем удавился. Об этом и с ней рассказывает Папий, ученик Иоанна, четвертая книга изъяснения словес Господней. Он говорит так, «Великий пример нечестия представлял в этом мире Иуда, тело, которого распухло до такой степени, что он не мог проходить там, где могла проезжать повозка. И не только сам не мог проходить, но даже и одна голова его. Веки Гласова настолько, говорят, вспухли, что он вовсе не мог видеть света, а сам Гласова невозможно было видеть даже посредством медицинской геоптеры. Так глубоко находились они от внешней поверхности. После больших мучений и терзаний он умер, говорят, в своем селе. И село это остается пустым, необитаем даже до ныне. Даже до ныне невозможно никому пройти по этому месту, не зажав руками ноздрей. Таково зловоние, которое сообщилось от его тела и земли. Это служило для апостолов некоторым облегчением. Но как у троба Иуда излилась, так и у троба иеретика Ария. Вот это место толкования. Это говорит, такое, такое слышно. Удавился, больше ничего нет. А как тогда, такое раздуло, повозку проходило. Ну, фантастика. Больше никак не назовешь. Но такое было мнение, он его для чего это он говорит? Для чего он берет, когда это не соответствует реалию? Удавился. Удавился. Удавился означает умер. Слово удавился, мы имеем там Ахитофел удавился. Эти случаи были в Библии. Их что у него? Шрева. Он расселся и выпали внутренностью. Он висел и натягивался. И дальше это еще. Уже через день при жаркой погоде, расслаблении вывалилось все. Вывалилось все, умер. Нет. Дальше говорят, что показать большее наказание для предателей. Для предателей бывает живут, расстреливали академика Вавилова здесь, получают персональную пенсию. Палачи-то, ГУЛАГа-то, они не осуждены были. Нюрнбинского процесса-то не было, хотя коммунисты натворили дел больше, чем Гитлер, в десятки или сотни раз больше. Уничтожали свой народ. Даже сравнивать не приходится их вину. Но однако вот это написано, я бы мог выпустить, но вот я тут даю точки вверху, и многоточек, это означает пропуск, какой-то совершенно несуразица какая-то тут есть. Почему? Люди так понимали. Он и говорит, там-то папе кто-то сказал где-то, а уже ссылается когда на папе, а уже на Библию уже не смотрят. И расселось шрево, и выпали внутренности. Дальше-то ничего не надо. А основной-то накрутка какая-то идет. Из-за чего но предатель это плохо, да и все на этом. Дальше. Деяние первой главы двадцатости. В книге же псаллов написано, да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем, и достоинства его да примет другой. Все, ничего больше нету. Все это исполнилось. Избрали другого апостола. А то, что вот так он ходил, и сколько время жил, и проще, басни. Даже благочестивым фантазером нельзя назвать, кто это писал. Вот так. Толкование. Такое название селу дали иудеи не по сему самому, а по поводу иуды. Петр же приводит здесь этот факт, представляя свидетелей врагов, давших селу такое имя. слова «Когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его». Какие условия? Условия определенные. В первую очередь, один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал, обращался с нами Иисус, начиная от крещения Иоаннова, когда Иисус явился, явление Его было, до того дня, в который Он вознесся от нас, быв вместе с нами, свидетелем воскресения Его. То есть, если этих условий этого нету, хотя бы он знатный был, хороший, но его уже нельзя было избирать, чтобы своими глазами видел, условия было поставлено. А были такие люди? Да, значит, были. Я об этом говорю. Дом его пуст. У нас в деревне был такой, верующий принял крещение, но все время говорит «Ги-ги-ги-ги-ги-ги-ги-ги-ги». Я не знал, насколько это страшно. Демон, видимо, вошел в него, и он стал такие пакости творить, и, наконец, никакой остановки не было. Впервые, в Потеряевке, мы совершили крестный ход вокруг него, захватить огород, не выгнать еще него нельзя он построился дом уже построил мерзавец просто и господь вымел буквально на следующий день какая сила все-таки крестного хода когда вы не просто идут куда-то там днями где-то а именно вокруг ерихона это первый ерихон у нас был и все его не было и все заросло там сорняк я подниму руку зайду не видать даже где это там сейчас роман малыш остановился этот домик перепродавали то другое сейчас я его перекупил чтобы было куда принимать детей и прочее дом его пуст когда мимо не иду мне эта мысль сразу иуда иуда его с ним так получилось и нигде ушел баптистом болтался где-то мы все нарушитель седьмой заповеди моисеева закона и проще мерзость бог отнял все абсолютно все и ложь потоком идет и отвратность какая-то стала здесь а смрад идет от него однажды он такое на местный монастырь который был монахи здесь расстреляли монахини 300 было были всех вы расстреляли местная тюрьма сейчас там находится и он там озеро рядом было никакого озера там и не было и вот там но трупиками усеяно трупиками то есть они обор делали блудили даже дураком нельзя назвать даже встретиться с родными это может раз в год это в присутствии старой какой-то строгой и нахи и генокини сначала проверят кто он такой а то трупики если бы даже один трупик был тут жандармерия подняли бы крик еще бы было до трупики на дне не лежат а плавают ну то есть такое галиматью не все даже сказать нельзя человек учился в университете не закончил правда и вот такая пакость иуда иудин грех на этом не останавливается а что ему там дали 30 серебряных поэтому ничего никто не дал даже ничего не дали а понимать он бы не построился мать активная такая помогла вот я на практике это вижу и тогда все это оживает повторяюсь сколько бы раз я не проходил мимо я сразу мысль я не хочу она иуда это его двор пуст никого нету нигде как надо этого бояться вот люди у нас которые были в общине стали врагами были такие-то их ничего нету их развеяло и ничего нигде нету ни в церкви не не ходит нигде вообще нигде нету а которые прошлые усилия и залегли как говорят на дно ну так жили и живут ничего нет у нас полная свобода сколько людей ушло к старообрядцам где-то пожалуйста ты желаешь идти и сатана еще тоталитарная секта то другое больше свободы чем у нас нету нигде ни у кого не православия нигде каждый может ходить в любом месте приглашать про это говорить не надо про иудин грех высиделся пошел толкование из кого же следовало избрать от сходившийся с нами во все время потому что это необходимо так и должно было быть и не сказал из местных людей которые с нами потому что тогда показалось бы что он оскорбляет прочих а теперь дело решалось временем говорит быть свидетелем воскресения а ничего либо другого вот сейчас интересно избирает патриарха и ставят условия какие условия должны быть как вот у них избирали изведанных духа святого был со христом их узнавали что он был с иисусом здесь нет уже заранее знает кого избрать и ставят ему условия какие а у него высшее образование вы что значит выше то по сравнению чем выше это с божественным то эти слова не надо употреблять даже а понятно кто чтобы был архиереем да значит высшее образование апостола петра там нету все апостолы рыбаки никто не попадет теперь на патриарха и вот начинает чтобы у него опыт был не меньше 15 лет канцелярской работы условия то какие это одно время брежнев придумал люди которые 50 лет были в партии в партии и вот а им и льготу давать и но обычно как подходишь железнодорожной кассе и там написано без очереди без очереди герой советского союза герой социалистического труда три слова уже показано кто а дальше написано имеющий стаж партии по составящей партии не менее там 50 лет 30 лет но длинно длинно так написано почему он такой он должен еще за ним нету брежнев и он тогда написал это льгота особо любил ордена весь увешанные я говорю их раскрыли они прицепляются как булавочка он залез в ящик пошевелился какие зацепились а все его спереди сзади не хватало золотого кольца только африканского в носу вот так и здесь ну куда не посмотришь ну видно же как избирать надо чтобы был с иисусом был благовестник еще конечно лучший миссионер но это то это уже я фантазирую и чтобы все знали что он еще лишнего не наденет лично не будет у него там за сотни тысяч кадиллаков часов там и прочее ну вот такое дело то сегодня условия то другие ставятся и поэтому их избирает таких как златоуз горит место священников поваров избирают с утробами дальше денег так подожди на этом все как раз по времени я гляжу сколько есть это у нас второе уже будет все заканчиваем